МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, телезрители телеканала МТМ! Мы рады приветствовать вас в нашем муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции «Чем порадуют детей театры и дворцы культуры Запорожья в дни новогодних праздников и школьных каникул?» Осветить эту тему мы попросим наших гостей директора дворца культуры Хортицкий Луценко Елену Ивановну, директора дворца культуры Орбита Лемаренко Виктора Викторовича, а также главного режиссера муниципального театра танца Романова Андрея Васильевна. Дворец культуры Орбита работает в новом формате своей деятельности, то есть ломает стереотипы постсоветского дворца культуры, то есть и в отношении творчества, в отношении искусства, в отношении праздников. Мы отошли от понятия от слов «мероприятие», то есть у нас это уже как бы практически вышло из лексикона, так как мероприятие имеет свой корень принимать меры, мы меры не принимаем, поэтому мы готовим абсолютно новые форматы, новые проекты, которые имеют свое определенное правильное название, то есть это концерты, шоу, спектакли, квесты, все, что отвечает требованиям современной нашей жизни и то, чем интересуется молодежь. Поэтому во Дворце культуры Орбита за последний год у нас открылось дополнительно 5 коллективов добавилось, у нас в целом около 19 коллективов художественной самодеятельности. Это и хореография, это и творческие студии, вокальные студии. В нашем Дворце культуры, конечно, нашли себе место и культурные, национальные общества, они с нами в тесном сотрудничестве. И, конечно, мы не забываем о людях старшего поколения, у нас 5 хоров, которые стояли от истоков создания Дворца, они так и остались, и эти люди приходят, занимаются, дарят свое творчество своим зрителям, потому что эти хоры уже нашли своего зрителя традиционного, который постоянно приходит к ним на концерт. Что касается Нового года, у нас в этом году традиционно уже несколько лет подряд Дворец культуры Орбита радует детей города новыми новогодними постановками. Участвовать в этих постановках, скажем так, уже традиционно престижно. Почему? Потому что мы стараемся превратить этот праздник в настоящее шоу. В этом году также будет у нас музыкальный детский мюзикл, он построен в формате шоу. Там будут использоваться впервые новые технологии, это 3D-декорации. Мы уже отходим от вот этих больших, увесистых, огромных подиумов и всяких там нагромождений из фанеры. Эти декорации ничего не весят, их можно перевозить с места на место. Вся сцена живет, все движется. То есть очень интересное такое шоу. Актеры, действующие лица пребывают в этой картинке, как вживую где-то находятся в таком пространстве. То есть весь спектакль построен о том, что зритель принимает участие в спектакле. Построено наше новогоднее мероприятие в двух таких формах. То есть это музыкальный мюзикл и потом игровая театрализованная программа «Вокруг елки», там где дети играют, водят хороводы, с теми же героями, которые участвовали в сказке. На сегодняшний день мы запланировали наши спектакли с 25 декабря. По два спектакля в день. Это в 11 часов утра и в 2 часа дня. По 8 января. Единственное 31 и 1 это выходные дни. Спектаклей не будет. Но на сегодняшний день у нас следующим образом построена программа. У нас 23 и 24 это уже дополнительные 4 спектакля, которые мы просто не планировали. К нам обращались. И общество детей, которые там с ограниченными возможностями, и дети участников АТО. И мы решили 23 числа провести два спектакля, именно благотворительных спектаклей в таком вот плане. У нас 23 и 24 полностью забитые залы. 25 у нас аншлаг ни одного билета нет. 26 у нас 70% зал уже тоже заполнен. Но ожидаем большое количество зрителей, маленьких, юных зрителей в наш дворец культуры. Что касается взрослых, взрослой категории населения, у нас 25 декабря пройдет грандиозный концерт. Это проект, который мы уже изначально готовили ранее совместно с управлением культуры, так как мы понимаем о том, что в нашем городе как-то вот зритель привык ходить на приезжих звезд все время. И дворец Днепр спецстальний каждому по карману. Мы решили все-таки поддерживать нашу творческую молодежь, наших запорожцев. Этот проект так и называется «От запорожцев для запорожцев». Мы этот концерт уже проводили 9 октября. Он прошел с большим аншлагом. Построен был тоже на двух этапах. Это в начале исполнители-вокалисты пели новые хиты, которые звучали в новой интерпретации известных нам уже хитовых групп. Это и Бенджови, и Скорпионс, Квинн. И добавилось во втором этапе у нас живой коллектив, живой бенд. Наши тоже запорожские ребята, которые также занимаются во дворце культуры «Орбита». И уже, скажем, второй этап концерта проходил, уже зал просто стоял. Просто стоял, поэтому мы решили повторить и сделать подарок новогодний для зрителей города Запорожья. 25 декабря он пройдет в формате уже новогодним. Там немножко что-то изменено. Бешеная хореография, я могу сказать. То есть у нас пять коллективов хореографических принимают участие в этом концерте. Это мощные постановки, все очень интересно, динамично. Самое примечательное, что этот концерт делают ребята студии «Артстайл» нашей студии, нашего дворца культуры. Те дети, которые уже подросли. И они организовали этот замечательный проект, этот концерт, который подарят 25 декабря всем зрителям нашего города. Наш дворец культуры «Хортицкий» находится в Хортицком районе, в котором практически проживает более 120 тысяч жителей. Наш дворец является единственным культурным учреждением, которое предоставляет культурно-развлекательные услуги. Поэтому задача перед нами стоит громадная. Мы должны охватить своей заботой и социальные слои всенаселения, и все возрастные категории. Поэтому наша программа к Новому году, она рассчитана от самых маленьких до ветеранов труда. Мы стараемся как можно шире, как можно более разнообразнее предоставлять наши услуги. Наш дворец культуры постоянно находится в поисках новых форм работы и методов культурно-массовой работы. Поэтому мы очень тесно стараемся сотрудничать со всеми общественными организациями, которых в нашем районе около 28. Важной формой организации досугой детей и молодежи является привлечение их культурно-массовые мероприятия. В нашем дворце сейчас работает 28 клубных формирований, из которых 13 – это творческие коллективы, и 15 – это клубы по интересам. В этих формированиях сейчас у нас насчитывается более 600 участников. И на базе вот наших этих творческих коллективов и клубных формирований мы и готовим те программы, которые будем предоставлять нашему населению. Близятся новогодние рождественские праздники. Что мы можем предложить? Самым маленьким деткам, которые придут к нам, мы предлагаем новогоднюю сказку «Бременские музыканты», «Приключения бременских музыкантов». С 22 числа по 25-е у нас будут организовано проходить школы района. После новогодних праздников – это с 2-го числа по 4-е. Мы рассчитываем показать эту сказку на неорганизованного зрителя. Мы приглашаем малышей из детских садов, мы приглашаем малышей из трудовых коллективов, заводов и предприятий. На сегодняшний день у нас, вот мы планируем провести 5 таких утренников. Кроме утренников, у нас будут проходить и молодежные дискотеки. Это мы планируем делать как для среднего звена школьников, так и для старшего, а также для молодежи. Тоже период проведения у нас будет с 23-го по 25-е число. Цена билета у нас практически по сравнению с прошлым годом не изменилась, потому что в этих столь сложных социальных условиях мы хотим, чтобы каждый ребенок, каждая семья имела возможность прийти и посетить наши утренники. Конечно, в этих условиях хотелось бы сказать огромное спасибо управлению культуры горосполкома и городскому исполнительному комитету за то, что они поддерживают, понимают и дают такую возможность нам работать хотя бы в тех условиях нормальных, в которых мы работаем на сегодняшний день. Каждый ребенок, который будет у нас участвовать, это наши дети с наших коллектива, у нас практически 150 участников привлечены к организации проведения новогодних праздников. Каждый ребенок у нас обязательно получит подарочек. Для ветеранов, для людей старшего поколения мы планируем провести рождественские встречи. Пятого и десятого мы всех приглашаем, приезжайте к нам. Это будут бесплатные встречи, вот такие новогодние праздничные вечера, в которых каждый из участников может почувствовать себя моложе, может получить массу удовольствия от концертных номеров и от танцевальной программы. Приходите, мы будем рады вас видеть. У нас еще есть такое маленькое новшество в этом году. Очень трудно деток с дальней расположенных школ привозить к нам на спектакль. Поэтому в этом году мы еще подготовили выездные программы. Выездные программы, вот мы работаем на тех школах, которые далеко расположены от нас и не могут организованно привезти детей. Нас там рады видеть, нас ждут, и мы с большим удовольствием поедем и будем в них работать. В этом году мы выпустили выставку за мотивами Гоголя «Рездвяна ніч» и показывали ее в концертном зале имени Глинки. Нам очень приятно сповпрацювать с филармонией. И для нас велика честь в этом году выйти на одну сцену с академическим симфоническим оркестром под керевницей Вячеслава Редди. Мы готуем с ним «Рездвяне пригоди Лускунчика». Это такая, если взять лібретто музыки Чайковского, балета Чайковского, то это выходит, что это разгорнутая пятая картина. Это такий бал. У нас сюжетная лінія прослідковывается исключительно текстовно, а на сцене будет такая разгорнутая пятая картина. Там будет не только музыка Чайковского, а и других классов композиторского мистецтва. А так же это будет у нас 25-го, 26-го, а также 2-го, 3-го січня, и 7-го січня уже 16-го року. По две казки в день 12-й и 14-й. Перед самой виставой фойе концертного залу имени Гринки будет ялинка, и перед ялинкой будет десь півгодинная интерактивная игровая программа, где будут ростовые куклы, будут аніматоры, будут интересные игры. Ранки, казки для запорізьких детей будут очень веселые. Я запрошу в концертный зал имени Гринки 25-го и 26-го грудня, а также 2-го, 3-го и 7-го січня уже 16-го року. Так же для запорізького глядача 30-го числа театр танцю и снова Академический симфонический оркестр под керівництвом Ряди готует такий бал, бал-карнавал, весела, музичная, хореографичная программа. Окрім сучасных и классических композиторів будут еще танцы в выполнении нашего театра, яскравые костюмы. Это такое шоу, новоречение, шоу. Елена Ивановна, а что нового предлагает Ваш Дворец культуры в дни школьных каникул помимо спектаклей? Во время зимних каникул с 5 по 10 число с 11.00 до 15.00 все детки, кто пожелает к нам прийти, прекрасно проведут время под крышей нашего дворца. У нас открывается мастерская Деда Мороза. Это у нас уже опыт этого года. То есть мы в летние каникулы делали такую программу. Детки приходят, когда родители не всегда могут уделить им внимание во время каникул. И они с 11.00 до 15.00 могут находиться у нас во дворце. Под присмотром опытного руководителя они будут смотреть мультфильмы. Там подразумевается детская игровая программа. Они смогут что-то сделать своими руками, смогут что-то порисовать. И они дополнят нашу выставку, которая будет в это время проходить у нас во второго этажа. Это «Палитра святого вечера». Вот выставка прикладного искусства. Я думаю, что каждый ребенок найдет себе по душе занятие в нашем дворце. Андрей Васильевич, а как часто у вас бывают премьеры? И вы каждый год премьеру приурочиваете к Новому году? Или не каждый год, или к другим каким-то датам? Дело в том, что Муниципальный театр танцев не имеет своего собственного примещения. Поэтому мы должны таки мандрувать, такий театр на колесах. И два с половиной года тому назад мы прибрались до берега Палац культуры «Орбита». И вот, Виктор Викторович, мы тисно співпрацюем, творче співпрацюем с этим Палацом культуры. Мы очень рады, что мы находимся там. У нас очень хорошие связки, не только творче, но и особисте. Мы их помогаем один к другому. В сечне месяце, после того, как Палац культуры «Орбита», свои новоречные и рязьвяные свята, работают для детей и взрослых в Запорожье, мы снова открываем свой репертуарный месяц. У нас такие репертуарные, так называемые, декады. У нас первая декада была листопад, листопад месяц. Мы каждый четвер и суббота играем в виставу. По субботу мы играем в дитячие виставы, а в четвер мы берем для дорослых. Это хореографический вистав, потому что мы театр танцев. И вот в сечне месяце мы также открываем свою такую декаду, репертуарного театру. И открываем ее, звичайно, до рязьвяных свят. Это рязьвяная ночь премьера тогоречного року. А так мы пытаемся постоянно что-то подарить запорожжанам. А так же мы гостролируем и другие места. Там и популяризуемо место Запорожья и мистерство хореографии в других местах Украины и за кордоном. Четыре премьеры выходят. Потому что в нашем театре еще есть муниципальность духового оркестра. Духовый оркестр также готует свои премьеры. В лютому месяце будет снова премьера духовой музыки. Виктор Викторович так смачно рассказывал о том, какие у них там интерактивные, какие что ново. Просто захотелось посетить ваш дворец культуры и посмотреть. Всегда рады. Приходите. Но хотелось спросить. У меня впечатление или воспоминание, что во дворцах культуры как-то зимой холодно. Вот скажите, тепло ли в помещениях? Или может быть, если что-то новшество, может быть, вы ремонт сделали, поменяли что-то в зрительном зале и так далее. Такого у вас есть, было? Безусловно. Безусловно, мы этот год встречаем. Я могу смело заявить, что уже заходя в фойе, каждый может ощутить, и я называю это так, что это самый теплый дворец города Запорожья. Может быть, правда. Да. Есть тоже конфликт. Мы в этом году решили проблемы с отоплением, которое, скажем так, было не в лучшем состоянии. Вот мы эту проблему разрешили. Слава Богу, что у нас это получилось успеть и до отопительного сезона. Мы решили проблемы, также поменяли окна, поменяли их на металлопластиковые. На сегодняшний день сделали, ну, скажем так, невозможно. Мы нагрели дворец. Во дворце очень тепло, уютно, приятно. Преобразилось фойе, преобразился сам дворец. Аура дворца стала теплее. В общем, у нас очень интересно. Поэтому приходите, сами все увидите. У меня вопрос ко всем гостям. Вот у нас перед вами была еще одна пресс-конференция. И гости говорили, что начиная с 19 декабря по выходным дням будут работать такие концертные площадки на площади Маяковского и в парке Трудовой славы. Скажите, пожалуйста, ваши коллективы художественные принимают участие? Вот будут ли работать на этих площадках? Обязательно. Я, как и мои коллеги, все будем принимать участие не только в своих домашних мероприятиях выездных, но и на городских площадках. Начинаем мы с открытия елки. И на протяжении всего месяца с 20-го, у нас с 19-го открытие городской елки. И с 20-го и по 19-е января у нас по субботам и по воскресеньям все мы в определенной очередности работаем на городских площадках. Поэтому пусть малыши с родителями приходят. Я думаю, что там будет интересно всем. Там будут и аниматоры, и конкурсы, и развлекательная программа. Все, чем мы можем порадовать детей, в том числе и Дед Мороз будет, и подарочки будут. Поэтому мы всех ждем в гости. Я могу лишь подтвердить слова Елены Ивановны. Действительно, мы все принимаем всегда участие в этих новогодних праздниках. И этот год тоже не исключение. Мы действительно поочередно, каждый дворец будет выезжать со своей программой в эти парки. И действительно дарить радость, праздник, сказку, волшебство детям города. Поэтому нужно всех созывать. Родителей, взрослых берите, своих детей приходите на эти замечательные наши, скажем, новогодние квесты. И будем веселиться, а что делать. А Деды Морозы, вот те Деды Морозы, которые будут от Гурсовета отъезжать по 10 Дедов Морозов от каждого района, ваши там есть Деды Морозы или нет? Дед Мороз, он ясный. На самом деле, он будет ехать из Лапландии и приедет обовязково в Запорожье. А звездки же взялись 10 от каждого района? Секрет. Дед Морозы, у нас справжні будут Деды Морозы. До Санта-Клаусы приедут. Да, самое теплое свято. Это рездвяные и новоречные свято. И театр танцев хочу побажать запорожжанам только теплих стосунков, посмешок. И хорошо привезти эти свята. А от нас, зрозуміло, будет от театра танцев. Святковый наслід, посмешки, теплое отношение один до одного и Дед Мороз в Лапландии. Справжний. А скажите, пожалуйста, еще вопрос, ну всех интересует финансовый. Елена Ивановна сказала, сколько билеты будут стоить. А на ваше представление, ну тоже, я считаю, что 35 гривен это, в общем-то, недорого. Я не знаю, родители как считают? У нас 60 гривен. 60 гривен. И можно посмотреть сказку Шилтунь. Это филармония. Да, сказка Шилтунь, это симфонический оркестр, в полном складе сидит. Это костюмы. Костюмы делаются не просто такие, какие можно, ткани. Шолк китайский. Это очень дорогие ткани, эксплуатация. Это видовищно. Такое. Что я могу вам сказать? Я считаю, что в наш важкий час это может быть дорого. А когда мы рассчитываем себе вартость представления, то дешево. Я соглашусь с Андреем Васильевичем. Шолк хоть и китайский, но очень дорогой. Я действительно сейчас любую постановку сделать, это просто невозможно. Вот мы, например, мы, конечно, не китайский шолк покупаем, но тем не менее мы стараемся сделать действительно это что-то необыкновенное, волшебное. У нас уже в ход пошли старые плюшевые шторы и всё носите. Всё идёт в костюмы. Я немножко добавлю, потому что все мои коллеги не дадут соврать. Мы ставим себе цель неполучения прибыли. Мы ставим цель донести до каждой семьи, до каждого ребёночка то хорошее настроение, в котором он должен провести все эти праздничные, новогодние, рождественские дни. Поэтому мы открываем перед вами душу и сердце, и приходите к нам, пожалуйста, мы вас ждём. Будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за подробные и интересные рассказы. А вас, коллеги, за участие в пресс-конференции. Мы ждём вас каждую неделю в нашем муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова